Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за игрока в FIFA 22. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, как-то не сильно для вас он зашел, я ожидал больше реакции, почему-то и ютуб, наверное, где-то задушил по просмотрам, по рекомендациям для вас. Другие ролики по FIFA 22 более, так сказать, распространеннее стали и больше зашли аудитории, но я все равно все-таки выдерживал вот эту вот идею создания Хавьера Муниеса как игрока, карьеры за игрока, поэтому мы будем продолжать в любом случае. Решила поменять в настройках сложность с легенды на мировой, потому что легенда в FIFA 21, как я понял, в FIFA 22 стали очень трудными именно сложностями, поэтому сделаем на мировой класс как-то вот так. Давайте посмотрим наш календарь, что у нас вообще в принципе предстоит. Кубок против New York City, потом два матча в чемпионате, это именно в апреле, несколько, если бы точнее пять матчей в мае, ну и три игры в июне. Я не знаю, я бы в принципе и сейчас бы, ну до июня вот бы доиграл, вот, а там бы мы бы посмотрели, вот просто закончим этот выпуск на трех месяцев. Не знаю, долгим-недолгим он получится, вот, потому что я все-таки рассчитываю уйти из Лос-Анджелес FC, вот, футбол клаб, поэтому мы там вроде как себя уже выставили, я не знаю, там согласились или нет, я так понимаю нет еще пока, что мы отправили запрос руководству, чтобы нас выставили на трензер. Но у нас главное, сейчас это дебютная наша игра в официальном матче за Лос-Анджелес FC, хоть и в кубке, вот, но все-таки это тоже важный трофей. А там мы в принципе посмотрим, если никаких предложений-то и не будет, мы так и останемся в МЛС, поэтому давайте переходить к игре. Ну что же, вот и настало время для нашего официального дебюта, как только мы создали нашу карьеру, у нас были только вот матчи предсезонного турнира. Поэтому, вот, выходим мы в спортивном костюме. Так, задание у нас, получить оценку не ниже 8,5, 50% обводок минимум, забить один угол. Давайте лучше 50% обводок возьму себе там на улучшение, ну а так, мне кажется, это очень трудная, конечно, задача. Но это же все-таки кубок, тут какие-то, наверное, ротационные составы все-таки будут, поэтому может быть у нас что-то да и получится, тем более я и сложность понизил, ну вот, до минимального для себя, потому что, ну, на профессионал идти, это уже смысла никакого нет, будет неинтересно. А вот на мировом классе, мне кажется, будет замечательно. Ну и все-таки мы пропускаем. 32-я минута, Нью-Йорк выходит вперед и забивает Моралес. Так, ну не через мою, конечно, линию начали здесь атаку вести, ну вот, отлично, еще и пас такой сквозной отдали. И, и это 1-1, 36-я, там 37-я минута, мы сравниваем счет, поучаствовали в этой атаке, посмотрите, какой пас отдали. Ну, здесь и в стеночку отыграли, но моя-то передача предголевая была. Блэзинг у нас забивает. Шикарный гол, мы возвращаемся в игру, так сказать. Ну и счет у нас 1-1. И все, финальный сесток, счет у нас 1-1, будет, скорее всего, сейчас и дополнительное время, я не знаю, чисто там регламент кубковых матчей в МЛС. По обводкам мне сейчас главное, чтобы я остался на том уровне. Да, 85%, то есть тут-то я все правильно и сделал, оценку, конечно, получил низкую, гол не получилось забить. И не знаю, сейчас там либо переигровка, либо что там дальше, наверное. Да, все-таки дополнительное время. Меня, как вы видите, не заменили. От Уэста, ну, там пытался, конечно. Отлично, Апоку. Ну и все, пусть сам бежит, потому что я уже ничего здесь не смогу. Просто нажму для него ударить и все. 96-ая минута, Лос-Анджелес футбол клаб выходит вперед. И отлично. Ну, выпустили его, потому что Апоку. Он, видите, как в рывок сразу пошел. Я ему просто нажал. Наверное, видели, я не знаю, там высыпался или нет, что я нажимал ему, чтобы он уже бил. Вот, так сказать, подсказывал. Поэтому все замечательно. 2-1. И все, финальный сысток. Минимальная победа в кубке. Ну, не знаю, как сказать, какой вообще матч провел. Вроде как нормальный. Не получилось, правда, всех задач выполнить, которые от нас требовал тренер. Главное сейчас посмотреть по обводкам. Вроде как я там в концовочке нормально пообводил. Вот, лучшим стал Апоку. У него 7,9 оценка. У меня точность ударов 100%. Это выше, естественно, чем у всей моей команды. Отдал 14 пасов. Всего лишь точность пасов ниже, чем средняя по команде. Вот. Обводок у меня 20. Из 87, в принципе, у Лос-Анджелеса. Ну, успешных 65%. К сожалению, значит. Я, кстати, только там вроде и пределом не надо было 65. Два отбора сделал из 10, в принципе, у команды. Успешных, правда, 50. Получено владение 1 из 17. Не знаю, что такое получено владение. Вот. Мяч потерян 9 раз. Вот это много. Почти половина команды. Так вот. Только я один. Сыгранный минуту 21. Это, понятно, больше. Пройденный километр тоже больше прошел, чем команда. Ну, и в рывке почти 6 километров я пробежал в этом матче. Так, ну и все. Да, как я и сказал. У нас получается только вот задание выполнил. Это обводки. Еще дополнительно получил там, правда, тысячу очков за эту вот задачу. Но минус 20. Хотя нет. Да, минус 20 получил за рейдинг матч и счет. Ну и плюс 5 добавил за успешный. Вот. Обводки. В любом случае, я вроде как стартом составе-то остаюсь. Вот. Поэтому как-то так. Так, у нас тренировка. Давайте я лучше подумал. Я изменю свое отношение к тренировкам. Во-первых, у нас будут сначала удары. Вот. Мы начнем с легких. То есть будем мы на каждой тренировке делать для себя новые. Потому что новые, за то, что мы их как берем первый раз, бонус за первое вот участие, нам уже дают какой-то опыт. Дальше мы пойдем в пасы. Тоже в легкое. Потому что для нас здесь только вот этот опыт. Никакие там прокачки. Сильно это ничего здесь не влияет. Поэтому вот. Взяли самое легкое. Но зато будем выполнять их сами. Тем более за первую вот игру мы получим еще и по 500 очков. Ну что же, выполнили мы все для нас новые тренировки на А. Замечательно. Значит, на следующей тренировке мы будем брать новые. Чтобы просто вот во всех вот этих тренировках у нас были все на А. Так. Ну и вот для нас, во-первых, дебютная игра еще и в МЛС. Играем мы дома против Аусина. Мы вроде против них играли в предсезонном турнире. Это было, конечно, очень давно. В январе или когда там. И сыграли вот в ничью 1-1. Тогда там вроде 2 пенальти было назначено. И причем Аустин проигрывал по ходу встречи. Но у нас все так же 73 рейтинг. Estadio de las Artes. То есть не лицензионный стадион нашего Лос-Анджелеса футбол-клаба. Поэтому давайте начинать. Ну что же, МЛС. Вот так вот еще и замечательно. Ни разу вроде не играл в МЛС. А нет, наверное, все-таки играл. Это как раз в истории карьеры за Хантера. Когда была. Так, оценка 8.5. Опять обводки. Не проиграйте в матче. Выигрыш или ничья. Давайте я обводки все-таки еще раз попробую. Потому что там все-таки это от меня зависит обводки. А вот не проиграть. Это все-таки от команды зависит. Поэтому посмотрим. Возьмем еще раз обводки наши. И гол. Посмотрите, какой голешник получилось-то забить. С подкруточки. Шикарный гол перед самым перерывом. Хавьер Мунис забивает свой первый гол за Лос-Анджелес футбол-клаб. В принципе, свой первый гол в большом профессиональном футболе. Ну и первый гол в МЛС. Ну, шикарно. Все-таки с третьей попыточки да получилось у нас докрутить. Ну, из дистанции-то какой хороший. Из-за штрафной. Вот здесь все-таки отошли от 18-го номера соперника. И хорошим таким дальним ударом. Ну, наверное, все-таки из-под защитника, раз мы пробили. Поэтому и вратарь не смог вытащить этот мяч. Пока что такой логики я, наверное, буду придерживаться. И все. Хавьер Мунис. Первый гол в первом же официальном матче в МЛС. Понятно, что он уже и кубок отыграл. Но именно в МЛС у Хавьера Муниса это первый гол в первом же матче. И сил добирать. Вроде как стамина-то есть. И, может быть, голевая. И Родригес забивает. 80-я минута. Хавьер Мунис в своем дебютном еще матче в МЛС забивает гол и дает голевую передачу. Вот, не пожадничали. Отлично. Отыграли. Потому что голевые. Лично для меня в карьерах за игрока в FIFA и в Pro Evolution всегда труднее всего было отдать именно голевые. У нас есть задача с вами на сезон отдать 4-5 голевых. Поэтому лучше, когда есть такой момент, не пожадничать. Свой-то гол мы когда-нибудь забьем еще. Потому что мы все-таки в нападении отдать голевую передачу для меня все-таки труднее, чем забить. Поэтому отлично. Гол плюс пас. Убрал как под себя сейчас шикарно. Ну и пробить можно этот дубль. Что творит? Хавьер Мунис в дубль. Плюс голевая передача в дебютной для себя игре. Причем оба мяча забил и за штрафной. Все-таки гены отца передались нашему футболисту. От Сантьяго Муниса к Хавьеру. Ну шикарно. Посмотрите, тут и под себя хорошо убрал. И здесь просто аккуратненько. И за штрафной. Под самую перекладку. Там в девятку, не в девятку. Сейчас вот этого повтора-то мы и посмотрим. Вот так-то, мне кажется, это в девятку. Либо очень рядом с девяткой. 3-0. Лос-Анджелес добивается очень легкой для себя домашней победы. На старте, тем более, чемпионата. Получили мы оценку 10-0. Вообще просто шикарно. Сейчас, надеюсь, прокачаемся. Там 74 рейтинг-то мы получим. Уровень, наверное, прокачаем. От этого мы и улучшение навыков сделаем. Там и перочки, наверное, какие-нибудь нам должны все-таки дать. Ну и все. 10 и 0 оценка. 1 голевый пас. Сыграно минут 92. Удары в створ 2. И 2 гола. Реализация, кстати... А, это в створ именно. А так я, получается, 4 удара мимо. Как-то странно. Удары в створ, хотя там 3 было мячика нарисовано. Вот. Ну, 28% реализации. Значит, соперник разрешал бить. Давал эту возможность. Поэтому так все и получилось. Вот. 2 гола. 1 голевая передача. 7 было ударов. Больше половины команды я нанес. Точность ударов 29% плоховато. Точность пасов, кстати, хорошая. 82% за матч. Обводки тоже 95%. 1 отбор. Правда, он оказался не успешный. Ну и 1 офсайт, который был на команду. 5 было потеря мячей. Из 13, в принципе, 92 минуты. 72 было среднее по команде. 13, там можно округлять, 14 километров прошел. 8 всего лишь команда. И в рывке был 5 километров за матч. А команда всего лишь 2. Поэтому шикарно. Еще один такой матч, другой. И нас точно заберут в Европу. Это будет просто замечательно. Убрал как под себя. Сейчас шикарно. Ну и пробить можно этот дубль. Что творит? Хавьер Муниас. Дубль. Плюс голевая передача. В дебютной для себя игре. Причем оба мяча забил и за штрафной. Все-таки гены отца передались нашему футболисту. От Сантьяго Муниаса. Хавьеру. Ну шикарно. Посмотрите. Тут и под себя хорошо убрал. И здесь просто аккуратненько. И за штрафной. Под самую перекладину. Там в девятку, не в девятку. Сейчас вот этого повтора мы и посмотрим. Вот так-то мне кажется это в девятку. Либо очень рядом с девяткой. 3-0. Лос-Анджелес добивается очень легкой для себя домашней победы. На старте тем более чемпионата. Получили мы оценку 10-0. Вообще просто шикарно. Сейчас надеюсь прокачаемся. Там 74 рейтинг мы получим. Уровень наверное прокачаем. От этого мы и улучшение навыков сделаем. Там и перочки наверное какие-нибудь нам должны все-таки дать. Ну и все. 10 и 0 оценка. 1 голливый пас. Сыграны минут 92. Удары в створ 2. И 2 гола. Реализация кстати. А это в створ именно. Атаки получается 4 удара мимо. Как-то странно. Удары в створ. Хотя там 3 было мячика нарисовано. Вот. Ну 28% реализации. Значит соперник разрешал бить. Давал эту возможность. Поэтому так все и получилось. Вот. 2 гола. 1 голливая передача. 7 было ударов. Больше половины команды я нанес. Точность ударов. Вот 29% плоховато. Точность пасов кстати хорошая. 82% за матч. Обводки тоже 95%. 1 отбор. Правда он оказался не успешный. Ну и 1 офсайт. Который был на команду. 5 было потерь мячей. Из 13 в принципе. 92 минуты. 72 было среднее по команде. 13. Там можно округлять. 14 километров прошел. 8 всего лишь команда. И в рывке был 5 километров за матч. А команда всего лишь 2. Поэтому шикарно. Еще один такой матч. Другой. И нас точно заберут в Европу. Это будет просто замечательно. Так. Ну и вот. Это просто сцена замечательная. Мы получаем звание игрока матча. Нам дали вот эту статуэточку. Вот. Сижу я с ней. Еще и замечательно. Что мы и победили в этом матче. Вот. По развитию. Но это уже не интересно. Вот. Получили мы. Плюс 20 с вами. За все вот эти задания. Это именно. Тренерское доверие. Ну и 1000 очков. Получили опыта. За. То что вот. Обводка успешная. Еще и дополнительным заданием. Уровень мы к сожалению пока что не прокачали. Но я надеюсь в следующем матче уже точно его получим. Девятый уровень. Там кстати с девятого уровня вроде две перки. Вот эти два таланта открываются. Так. Ну и сейчас мы отправляемся на тренировку. Смотрим. Загружаем предыдущий сеанс. И просто теперь уже редактируем. Потому что вот эта тренировка была по ударам. Теперь мы ее берем в другую тренировку. Там она вроде чуть посильнее. Посложнее. Там от легкого вот обычный. Там есть конечно и дальше легкие. Но мы пока что вот идем по тем тренировкам. Которые вот у нас подряд так и идут. Поэтому вот. Все три новые для нас тренировки. Давайте начинать. Ну что же. Получили мы девятый уровень. Нам дали четыре очка навыков. Я не знаю почему здесь такое большое расстояние между наградами. Ячейка способностей. Мы ее получили. Вот быстрый рефлекс. Поэтому у нас теперь будут две вот эти вот перки. Два таланта. Которые мы можем одновременно использовать. Ну вот так тренировки мы две на А. Выполнили одну на Б. Так что вот эту вот тренировку на Б. Будем в следующий раз переделывать. Так. Ну и что же я понял. По поводу. По поводу. По поводу. Так. Ну здесь на вот скорость. Все мы будем прокачивать. А здесь нам нужен. Как понимаю еще да. Три очка. Поэтому ну скорость мы так-то прокачали. У нас теперь разгон 83. Скорость 88. Вообще замечательно. Так. Ну и дриблинг. Я бы тоже сейчас бы поулучшал. Попрокачивал. Вот сюда один. И вот сюда. Теперь у нас дриблинг будет 80. Так. Что же у нас по нашим ачивкам. Давайте посмотрим. Так. Страховка в обороне. Голевые моменты. Па-па-па-па-па. Поэтому я пока что бы подумал. Активная обработка мяча. Тоже интересная. Техничная обводка. Улучшает способность игрока к дриблингу. Исполнению особых приемов. Приведение мяча. И дает талант. Стильный игрок. Дальнобой. Так. Ну это мы вроде как смотрели. Уже хладнокровие. Это защитная. Перехваты. Физическая сила. Защитник. Удар в касание. Быстрый выход. Быстрый рефлекс. Так. Ну это для вратаря. Я не знаю. Я бы вот эту вот наверное бы. Техничную обводку бы еще бы добавил. Так. Нет. Не сюда. Так. А как? Так. Да. Все. Теперь вот сюда. Теперь у нас будет их две. Одновременно. Ну а третий слот для таланта мы получим на девятнадцатом уровне. Кстати рейтинг да у меня прокачался после тренировок. Теперь у меня семьдесят четвертый. Так. А что там по поводу моего трансфера-то? Вот. Там сообщение пришло. Кстати. Не знаю почему оно не высвечивалось у меня. Ваш последний запрос на трансфер. Так. Вот тренер не хочет меня выставлять. Я буду еще раз значит пробовать. В любом случае даже если нам будут приходить предложения. Не факт что я буду каждое же принимать естественно. Будем ждать лучшего. А так мне кажется если мы не выставимся на трансфер. То и предложения нам никакие приходить не будут. Так. Снова он не хочет нас выставлять. Поэтому мы еще раз будем пробовать запрашивать. Так. Ну что же у нас второй тур. МЛС. Мы снова играем дома против Саундерс. Они тоже выиграли свою первую игру. Так что это мне кажется будет интересный соперник для нас. Все. Мы семь четвертого рейтинга. Теперь поехали. Итак. Нам показывают нас. Не знаю зачем. Переход в основу. Я даже не знаю почему вот именно так нас решили написать. Мы в принципе были основными игроками из-за того что очень хорошо проявляли себя на тренировках. На предсезонном турнире не очень конечно. Но все таки из-за тренировок больше мне кажется мы доверие тренера то получили. Вот. Ну и шикарная игра была в первом туре для нас. Поэтому мне кажется мы закрепимся на ближайшем матче в основу. Оценка 8.5. Делать 15 передач и процент владения мячами минимум 60. Давайте вот лучше вам 20 дополнительно передач получим. Сделаем. И тогда получим 1000 очков опыта. И мы пропускаем. Вот так вот на 30 минуте. Ролдон нам забивает. Давайте посмотрим как вообще это было. Ибо у меня камера вообще была не в этом моменте. Лонг шот. В девятку. Ну. Я как понял в фифе 22 очень хорошо еще и дальние удары заходят. Поэтому. Такие вот удары. И голы. Не редкость для нас. Тем более. Я сам два дебютных мяча для себя забил из-за штрафной. Но это 2-0. 42 минута. И мы пропускаем. Руди. Я не знаю кто там даже нам забил. Посмотрим еще раз. Ну просто да. Передача. Оборона провалилась. Ну и рядом причем с вратарем. И забивает нам. Рауль Руидиас. Так мы с мячом. И шикарно. И это 1-1. Так. А можно к мячу я подбегу лучше? Потому что нам-то отыгрываться надо. 2-1. Забиваю уже третий мяч во втором матче в МЛС. Шикарно сейчас просто разыграли эту комбинацию. Ну и супер. Третий мяч Хавьера Муниаса в МЛС. Третий мяч во второй игре подряд. Хорошая статистика. Так. Ну мы в штрафной. И мы с мячом. И нет. И все-таки забиваем отлично. Но после моего же удара это все было. Так что. Жалко, что это не голевая как в хоккее. Но 2-2. Мы вырываем ничью. Против Сиэтла. Дома. Жаль, что не получилось нам забить. И все. Финальный свисток. У нас домашняя ничья. Против Саундерс. Ну. Я не знаю. Оба гола. Можно сказать. Сделали мы. Поэтому. Будет странно. Если игрока матча получим не мы. 1 гол. Сейчас посмотрим. Что по оценке. По владению. Командой. И одолели ли мы вообще эти передачи. 9-9 оценка. 3 удара в створ. 1 гол. Реализация 33%. Но хотя бы в створ стали бить. Это уже похвально. Так. Ну да. Я снова игрок матча. В принципе. Все. 1 гол забили. Интересно сейчас посмотреть. Что там вообще по статистике. Нам надо было. Не помню сколько владения. Ну. Мы провалили. Я так понимаю. Там 54%. Нам надо было там 60. Вроде. Поэтому. Вот как-то так. Так. Ну. Рейтинг матча. Это я получил. За это. Доверие тренера. И. Не получилось. 15 передач отдать. Я отдал всего лишь 13. А надо было вообще за дополнительные задачи. Это 20. Вот. Ну и владение. 54%. Плоховато. Рейтинг. Мне конечно. И уровень. От этого не поднялся. Никакие. Очки для навыков. Мне не дали. Так. Ну. У нас очередная тренировка. Так что загружаем предыдущий сеанс. Вот эту мы меняем. Это вроде удары у нас. Теперь у нас будет под давлением. Так. Эту мы оставляем. Будем ее переделывать. И. В дриблинге. Мы ставим вот. Особые приемы. Ворота. Поэтому. Начинаем нашу тренировку. Ну что же. Сделали мы. Все тренировки. Две на А. Вот эту первую под давлением. Будем переделывать в следующий раз. Так. Ну что же. У нас 1 мая. Выездная наша первая игра. Кстати. В МЛС. Мы играем против Хьюстон. Динамо. Интернерно в Хьюстоне находится. Вот. Потому что там есть вроде Динамо. Дрезден. Если не ошибаюсь. И может быть это вообще. Ну Дрезден. Это вообще Германия. Поэтому много есть. Динамо. Не только. Московская. Киевская. Минская. Там вроде тоже есть. Поэтому. Давайте начинать. Дождь кстати на стадионе. Выездная для нас игра. Поехали. Итак. Снова показывают нас. Хавер Мунист забил 3 мяча. В 3 последних матчах. Я не знаю зачем они здесь кубок еще сюда берут. Вот. Потому что я забил 3 мяча в последних 2 матчах. Так было бы точнее. Ну что же. Для нас это первая выездная кстати игра. Посмотрим как в чужих стенах мы сыграем. Я не знаю сейчас если я буду пропускать там в принципе же все вот это даст обьется. Нам надо посмотреть. Что за что там. Так 8.5. 50% обводок. Сделать 10 передач на половине поля соперника. Давайте вот это вот попробуем. 50% обводок уж не будем. А вот 10 передач на чужой половине попробуем сделать. Так супер Вэлла. Отдает на нас передачу. Выход 1 на 1. И это гол. Четвертый гол уже Хавьера Муниаса. В третьем матче подряд мы выводим вперед Лос-Анджелес. Отлично. Вот это вот наше празднование с молитвой на коленях. Шикарный момент. Там и Вэлла на нас просто суперски отдал голевую передачу. Но мы забиваем очередной мяч. Ну все. Европа уже точно ждет. Мне кажется я уже так сказать на карандаше у многих европейских грандов. Надеюсь. Будем стараться туда перейти. Замечательно здесь финн сделали. И никто вообще нас не встречает. Будем двигаться естественно дальше. И подача на дальнюю. И это гол. И это голевая моя. На Вэллу вообще супер. 2-0. Снова же прям как в том дебютном матче. У меня был гол. Потом голевая передача. Потом я кстати еще один гол забил. Но здесь шикарная навесная передача нашла Карла Савеллу. И он в одно касание мастерски в притирку с ближней штангой забил. Но супер. 2-0. Поэтому очередная атака. Я надеюсь сейчас перед самым перерывом забьем еще. И какой колешник. Вот опять же эта подкруточка у нас через раз буквально срабатывает. 3-0. К перерыву. Муни забивает дубль. Ну все шикарно. Все шикарно. Хорошо у нас складывается карьера в МЛС. Я просто надеюсь, что после вот этих вот нескольких матчей. И сколько там? Ну 3 месяца буквально. И нас действительно заберут в европейскую команду. Мы ждем, когда нас все-таки выставят на трансфер. Чтобы получать уже предложение от команд. Ну и будем ждать действительно трансферного периода. Так. Ну 3-1. Хьюстон уменьшает наше преимущество. 65-ая минута. Смотрим, как вообще прошла эта атака. Вообще никто не встретил. Здесь защитники почему-то в одну кучу все сгреблись. И центр просто оставили без опеки. И все. Финальный сысток. Уверенная выездная победа. 3-1. Дубль плюс голевая. Замечательная статистика для нас. В каждом матче у нас результативное действие есть. Уже получается какой там? Третий матч подряд мы забиваем. Ну и сейчас скорее всего станем третий матч подряд. МВП матча. Вот. Один голевый пас. Два удара в створ было. Один кстати выше пошел до. Реализация 66%. Так. Да. Основу мне дали игрока матча. 10 и 0 оценка. Два гола плюс голевая. Так. Кстати все замечательно. Мы и МВП получили. Вот наша очередная уже третья статуэточка. И задание выполнили оценку не ниже 8.5 получили. Обводки 94%. И отдали правда 12 передач на половине поля соперника. Надо было 15. Чтобы 1000 очков нам к опыту дали. Но так. Доверие тренера просто замечательное. Потихонечку идем к 10 уровню. Так. Ну что же. У нас очередная тренировка. Сейчас посмотрим. Что отсюда будем убирать. Так. Ну я так понимаю. Вот это вот. Это у нас передачи были. Пасы. Да. Теперь паса на третьего у нас будет задание называться. Так. И здесь у нас это дриблинг. Вроде как. Да. Вокруг колеса. Все. Ну и первую тренировку будем просто переходить теперь. Перепроходить точнее. Ну что же. Получили мы 10 уровень. Дали нам аж 6 очков навыков. И открыт талант адресат при стандартах. Вот. Все три тренировки мы выполнили на А. Поэтому со следующей тренировки абсолютно все три. И изменим. Так. Я же нажимал. Не сюда. Там на развитие игрока. Ну не суть. Сейчас будем так. Заходить. И будем смотреть куда бы нам эти очки навыков качать. Так. Ну давайте вот здесь вот докачаем наш дриблинг. Чтобы у нас все было по максимуму. И физические данные. Сила вроде у нас есть. Я бы еще бы попробовал бы силу здесь докачать. Напора кстати бы нам бы тоже. Не помешало бы добавить. Так. Ну и давайте вот в атакующую позицию вкачаемся. Вот если что ее в следующий раз вот докачаем до максимума. Так. Ну что же. У нас уже 75 рейтинг. Это значит что в FIFA мы бы получили бы с вами золотую карточку. Это вообще замечательно. Так. Ну что же. А все таки добились мы этого 9 мая. Так сказать в день победы. Мы победили нашего главного тренера. И он нас выставил на трансферный рынок. Добавил нас в трансферный список. Ну и теперь мы будем ждать какие-нибудь предложения. Вот написано выставлен на трансфер. Так что будем ждать предложения. Но у нас сейчас игра против Лос-Анджелес Galaxy. Вот такое дерби Лос-Анджелесов. Но сначала проведем тренировку. По крайней мере она нам стала доступна. Ну и все заново тренировки сейчас новые себе поставим. Удары будут это пробить стену тренировка. Так. Пассы здесь у нас в корзину. И дриблинг это. А мы его кстати проходили. Поэтому давайте другое. Уже раз дриблинг мы уже все сделали. Значит будем тренировать стандартные положения. Вот точные навесы. Все. Начинаем. Ну что же сделали мы снова все три тренировки. Со следующего раза будут опять все новые. Ну а мы переходим к игре против Лос-Анджелес Galaxy. Они идут сейчас даже ниже шестой строчки. Мы на второй. Но из-за того что только у White Cup матчей побольше. Вот. Ну а Galaxy как-то одна победа и две ничьи. Поэтому будем стараться сейчас вывести Лос-Анджелес FC на первое место. 75 рейтинг у нас. Вообще замечательно. Поехали. Ну что же мы на выезде. Я надеюсь что. Ну это правда. Я примерно не знаю территориально. Но Лос-Анджелес Galaxy. Где-то ряда наверное с Лос-Анджелесом находится. Вот. Может быть в его окраинах. Вот. Поэтому это дерби двух Лос-Анджелесов. Поначалу я хотел конечно начинать карьеру именно в Galaxy. Но потом подумал что будем за Лос-Анджелес FC. Давайте вот обводки выполним. Возьмем их. Ну и посмотрим что у нас сегодня выйдет. Победа будет означать то что Лос-Анджелес FC выйдет на чистое первое место. Ну и 1-0. Galaxy выходит вперед. 38-я минута. Забивает Кабрал. Ну и снова нам кстати придется отыгрываться. В сегодняшнем выпуске мы уже это делали. Но Кабрал забивает кстати свой первый гол за три матча в МЛС. Ну и в дальний. И отлично. 1-1. Очередной классный гол. У меня получилось забить. Очень хорошо сейчас его вот разыграли. И какой уже матч-то мы забиваем. Четвертый матч подряд в МЛС. Мы снова забиваем. Важный гол для команды. Здесь очень хорошо и накрутили, и навертели. Я думал что сейчас мимо куда-то полетит. Но нет. Снова из-под защитника так пробили у вратаря. Было конечно мало шансов отбить этот удар. Хоть и рядом мяч с ним пролетел. Счет 1-1. Хавьер Мунис забивает очередной там мяч. Сейчас посмотрим какой уже. Седьмой. Мне кажется шестой. И отлично. Сейчас выход 1-1. И мы забиваем дубль. И выводим вперед Лос-Анджелес Футбол Клаб. Отлично. 2-1. 70-я минута. Мой дубль. Не только один гол смог сравнять счет. Но еще и вывести нас вперед. Замечательно. 2-1. Осталось мне только наверное голевую еще отдать. Потому что в каждом матче когда я забивал дубль. Я отдавал и голевую передачу. Но здесь вы просто посмотрите. И в отборе отыграли. И выход себе один на один сделали. Сами буквально. Ну и супер. 2-1. Уже седьмой гол мой в четвертом матче в МЛС. Потому что мне кажется шикарная статистика для футболиста. Чтобы перейти в какой-нибудь европейский клуб. Да и рейтинг тем более. И возраст. Мне кажется должен позволить нам это сделать. Хорошую передачу отдали. И вот здесь вот можно. Можно просить. И можно бить. Это хэтрик. Первый хэтрик. Первый хэтрик в карьере. Ну и вот. Забили против. Даже не сказать что бывшей нашей команды. Хотя я действительно. Когда придумал идею создать именно Хавьера Муниеса. Я хотел чтобы он играл за Гэлакси. Потом увидел что Гэлакси находится не в Лос-Анджелесе. Где-то наверное в пригороде в каком-то. Поэтому решил все-таки вот за Лос-Анджелес FC начать карьеру. И вот хэтрик в дерби в таком. Ну шикарный. Еще и первый хэтрик наш в карьере. Восьмой мяч в четвертом матче подряд. Еще какой пас отдали на нашего полузащитника. А так все. Финальный свисток. Разгромное. Можно было бы сказать. Если бы не пропустили перед самым перерывом. Но так вот еще и наш первый мяч. После хэтрика. Замечательно. Сколько у нас было? Четыре удара. Вот реализация 75%. Вообще замечательно. Четвертое. Еще и наша статуэтка сейчас будет за игроком матча. Четыре матча. И мы стали четыре раза подряд игроком матча. Три гола. Вообще шикарная статистика. Жалко голевую не отдал конечно. Так. Рейтинг матча сделали. Успешно обводки тоже. Давайте посмотрим оценку 10.0. Мы получили. 90% была у меня процент обводок. Ну и мы выиграли. Не проиграли. Вообще замечательно. До 11 уровня. Нам осталось чуть-чуть. Осталось 6000. Но если мы в каждом матче по 3000. Это я наверное за хат-рик. То там 2.5. Может то через три матча примерно. Но мы должны получить 11 уровень. Так. И у нас сейчас тренировка перед матчем с Сиэтлом Саундерс. Я не знаю почему у нас очередной матч против них. Это было очень странно. Мы буквально в предыдущем месяце с ними вон играли в ничью. 2-2. Сейчас очередная с ними игра. Как-то странно сделан. Календарь. Но ничего. Тренировка у нас очередная. И здесь выставляем для себя новые. Ну что же. Вот наши новые тренировки. Давайте начинать. Ну что же. 2 тренировки мы выполнили на А. Немножко нам кстати вон осталось до 12 уровня вроде. Или до 11. Так в принципе то и не видно там вообще. Не значит 10 пишут. Значит вот 1200. Значит если хорошо сейчас матч против Сиэтла мы отыграем. То получим. Наш 11 уровень. 75 рейтинг у нас. Выездная игра в МЛС. Поехали. Ну что же. Шикарный стадион. Лицензионный. Лу-Мэн-Филд. Домашний стадион. Сиэтла-Саундерс. Мы здесь впервые. Играли предыдущий матч с ними 2-2. В прошлом месяце. 8-5 оценка. 75 точных передач. Забейте гол или отдайте голевую. Давайте его точных передач лучше выполним. Потому что я не знаю. Вдруг именно сейчас у меня не пробьет там на голы и на голевые передачи. Поэтому пусть лучше пасеки поотдаем. Шикарную получили передачу. Можно двигаться там дальше. Ой, ну это вообще не точно. Немножко голевую передачу хотел отдать. И какой гол в самую девятку. На 10-й минуте. Хавьер Мунинс. Что же сейчас забил? Вы просто посмотрите. Ну вот жалко, что я там не выбрал отдать гол. Забить гол и отдать голевую передачу. Здесь аккуратненько отошли от опеки. И в самую девятку. Как я говорю здесь. В FIFA 22 очень классные дальние удары. И не очень смачные. В самую девятку. Ну просто шедевр. Какой это наш там уже девятый гол в пятом матче. Мне кажется, ну все. Нас обязаны забрать в Европу. Я на это надеюсь. Так прошли нас как стоячего. И из-под меня прям, ну можно сказать, забили. Снова, кстати, Руи Диас этот забивает. 17-я минута. 1-1. Саундер сравнивает счет. Так что мы плоховато сейчас отработали в обороне. И все. Финальный сысток. Ничья снова против Саундерс. Снова я забил гол. Снова забил, кстати, Руи Диас. Но, к сожалению, выявить победителя у нас все так же до сих пор не получается. Дома мы сыграли с ними 2-2. На выезде 1-1. Ну, в, так сказать, общем зачете, мне кажется, все-таки, ну и по выездным голам Сиэтл получше себя показали. Было 2 удара в створ. 1 мимо. 33% реализации. Ну и в самую девятку вот мы забили. Кто же станет теперь игроком матча там? Ну, кстати, все равно дали мне эту награду. Я думал, у нас вратарь, кстати, неплохо отыграл. Что-то я не могу сортировку другую выбрать. Вот, по оценке. Вратарь у нас, кстати, 6.3 получил оценку. У него было очень много сейвов. Я бы сейчас посмотрел, если здесь вообще... Так, так, так. Вот вратарь, наверное. Да, сейвы. Ну, 2, кстати, сделал. Мне кажется, там он побольше как-то нас выручал. В любом случае, неплохо отыграли. Оценка 8.4. Очередного игрока матча MVP я получаю. Ну, и вот, минус 15 к доверию тренера. Оценку, кстати, мы не наиграли. Я думал, получится, но нет. Ну, и точные передачи тоже вот не отдали. Так, а нам пришло предложение. Кстати, вот уже это английская премьер-лига. Это West Ham. Но я не знаю, стоит ли нам вообще принимать это предложение. Давайте пока что отклоним. Потому что вдруг мы сейчас действительно докачаемся там побольше. И, может быть, поинтереснее команду нам предложат. Потому что там новый все-таки сезон начнется. Поэтому пока что отклоню предложение West Ham. Но вот West Ham первая команда, которая захотела нас подписать. Все-таки я отдал бы предпочтение в Англии, наверное, Манчестеру, Юнайтеду и Нью-Каслу. Вот если вот эти две команды предложат, я бы туда сразу перешел. Ну, если даже там Челси, тот же Ливерпуль тоже туда бы переходил. Но не West Ham. Так что, типа, это не такой прям уровень для меня. Вот. В Нью-Касл бы перешел. По стопам, так сказать, отца. Вот. У нас есть четыре очка навыка. Куда-то я там, да, вот, в атакующую позицию вкладывался я. Давайте вот физические данные я бы прокачал. Так, а у нас, кстати, все. Выносливость на максимум прокачена. Так, а вот, кстати, повышает выносливость. У меня три очка всего лишь навыка. Давайте вот здесь тогда, я не знаю, что-нибудь еще. Реакция. Чего-нибудь и нет. Тоже давайте прокачаем. Так. Даже не знаю, где еще и куда вкладываться здесь. Удары вроде у нас неплохо идут. Вот с пасами где-то там есть все-таки у нас проблемка. Поэтому вот, короткие пасы немножко прокачаем. Вот, а уже получили 76-й рейтинг. Вообще замечательно. Так, и сейчас у нас домашняя игра против Колорадо. Кстати, у West Ham, вы посмотрите, 27 миллионов 100 тысяч предлагали. За нас. А у меня цена-то там даже не такая, мне кажется. Не знаю, где сейчас посмотреть. Вот здесь вроде. Мои действия. Да. Или не здесь. Валенсия, кстати, дихотает предложение. Тоже интересно было бы. Вот. Так. Сводка по карьере. Здесь я, кстати, не заходил сюда. У меня сейчас рыночная цена 18,5 миллионов евро. 18,5. Так, это вот здесь сейчас будет про West Ham. Да. То есть, ну, нормально так на 9 миллионов больше подняли мою стоимость. Но у нас сейчас тренировка перед матчем с Колорадо. Домашняя игра Колорадо. Сейчас идут. Ну, кстати, 12-е. Они один матч всего лишь победили. 4 проиграли. Поэтому давайте переходим к тренировке. Получается, удары только заменим. И стандартные там положения. Так. Ну, здесь у нас под давлением очередная такая тренировка. Так. И пенальти вратарю тоже мы меняем. Так. У нас здесь будет пенальти на точность. Все, переходим на тренировку. Ну, что же. Сделали мы наши тренировки. Две из них мы будем уже заново переделывать. Потому что это сложность, я так понял, тяжелая. Вот. Поэтому эти тренировки будем подольше, наверное, проходить. А так вот пенальти мы точно сделали на А. Вообще замечательно. Ну, что же. Сейчас у нас домашняя игра против Колорадо. Не знаю, сколько у нас матчей-то уже там, в принципе, осталось. Две игры в мае. И четыре в июне. Поэтому, ну, ничего. Еще отыграем. Домашняя игра против Колорадо. Рейтинг у нас уже 76-й. Поехали. Итак, нам показывают нас Хавер Муниев, трансер в клуб Астон Вилла. Ну, то есть, действительно, английская премьер-лига интересуется мной. Но я уже сказал, что мы можем перейти либо в Нью-Кассел сразу же, либо в команду там с хорошим именно именем в Англии. Вот. То есть, там и лондонский арсенал даже туда тоже может войти. В наш вот этот список. Там уже по личной предпочтениям мы посмотрим. Оценка не ниже 8,5. Забитие гола за пределы штрафной 1. Ну и четыре удара по воротам. Давайте я лучше оценку выберу, потому что остальные задания, в принципе, на гол трудноватые. Чайко неплохо проходит. Ну, тут и на нас-то надо было уже передачу отдавать, пока мы были не в офсайде. А вот хороший, кстати, пас. И Вэлла забивает. Отлично. Наша очередная голевая передача, если не ошибаюсь, третья. Вот. И на Вэллу мы уже вроде две отдали. Поэтому замечательно. Перед самым перерывом мы выходим вперед. Неплохо здесь получилось распасоваться. Ну и очень странный, конечно, гол получился у Вэллы. Там вратарь буквально в свои забил. Очень странно, конечно, вот сейчас вратарь здесь отыграл. Это вроде второй гол, да, Вэллы. И вот в обоих его голах поучаствовали именно мы, сассистировали ему. И неплохо. И что это? Вторая голевая? И это вторая голевая за матч. Отлично. Дубль ассистами. Это тоже у меня впервые такое. Против Колорадо мы сделали вот это вот достижение с вами. И отличную передачу мы получаем. Что это? Хэт-трик сейчас с нашими голевыми передачами будет. Действительно. Три голевые передачи за матч. 65-ая минута. На опоку здесь отдали. Но все супер. Мне кажется, мы, в принципе, задачу на сезон нашу уже выполнили. Там сколько мы уже? Пять голевых передач, наверное, отдали. Очень хорошо здесь прям прошли. Не стали сами бить. Просто на хорошую бьющую позицию атакующую вывели партнера. Поучаствовали в каждом забитом мяче. Просто шикарная статистика у нас сейчас. Мунис. Хорошую передачу на опоку отдаем. И здесь уже для нас выход практически там, наверное, один в один будет. Прошли. Ну, а здесь уже, да, попали в защитника. Но опоку забивает сегодня дубль. В любом случае, 88-ая минута. 4-0 мы громим Колорадо. И все. Финальный свисток. 4-0 мы разгромили. Колорадо-Рапидс. Вот. Три голевые передачи мы отдали. Просто шикарная для нас статистика. Я сейчас не знаю все-таки, кто будет игроком матча. Опоку, который два мяча забил. Или я, который отдал три голевые передачи. Ну, гол мы все-таки, кстати, не забили. Вот у нас стояла задача забить из-за штрафной. Два удара в створ было. Ну, вот оценка 9-2 за матч. Так, ну что же, MVP матча все равно дали мне. Опоку 8-9. Немножко ему не хватило до игрокам матча. Но все-таки у меня три голевые передачи. Вот такую же небольшую историю мы себя вписали. Вот за один матч отдали три голевые передачи. Осталось, наверное, и хэтрик забить. И три ассиста в одном матче. Вот. Ну, что по заданиям. Рейтинг мы получили. Статуэтку тоже. Не забили из-за предела штрафной. И три всего лишь удара. По воротам нанесли. Так, а вот здесь вот. Вот это, мне кажется, очень интересное предложение. Валенсия нам предлагает перейти в их команду. Ну, мне кажется, вот Валенсия это топ-уровень. Потому что в Испании Атлетика, Реал, Барселона. И вот четвертая команда как раз это Валенсия идет. Которая там в Еврокубках часто участвует и в Лиге Европы, и в Лиге Чемпионов вроде как попадает. Поэтому, мне кажется, я бы принял все-таки это бы предложение. Хоть и зарплата 8000 евро, а в Вестхэме мне предлагали 15. А сейчас я не знаю, сколько у меня, правда, сейчас у меня заработная плата моя. Сейчас посмотрим, здесь или не здесь это вообще смотрится. Вроде нет. Вот, но то, что Валенсия интересовалась мной, это уже было точно. И сейчас у меня вообще 750 евро в неделю. Поэтому давайте я все-таки, наверное, приму это предложение. Валенсия интересная команда. И мы перейдем 1 июля. Вот, в эту команду. Не Мадридский Реал, но все-таки это небольшой такой шажок к нашей цели перейти в Мадридский Реал. Вот, если будем хорошо выступать в Испании, забьем там тому же Реалу, то, может быть, и перейдем в Королевский клуб. Все, Валенсия за 23 миллиона 700 тысяч, как нам говорят сейчас, подписала нас. Вот, слухи ходили давно. Ну и, наконец-то, мы получили официальное подтверждение. Клуб Валенсия предлагает сумму в районе 23 миллионов 700 тысяч евро за Хавьера Муниеса, левый вингер клуба Лос-Анджелес FC. Будет ли это предложение принято и заинтересован ли игрок в таком переходе, пока не сообщается. В итоге все. Сообщается. В итоге Муниес выставлен на трансфер. Здесь это что-то говорят уже поздно. Ну и в итоге вот так вот мы перейдем. Получается, с 1 июля. Поэтому сегодня мы отыграем оставшиеся матчи за Лос-Анджелес FC. Вот, 5 матчей у нас буквально здесь осталось. Мы будем готовиться к переезду в Испанию. Ну а пока что у нас выездная игра. А, нет, домашняя против Нью-Йорк-Сити. Мы с ними сыграли в ничью в основное время в кубке. И в дополнительное время все-таки их победили 2-1. Ну что же, посмотрим, как сыграем против них в чемпионате. Поехали. Итак, Хавьер Муниес, 9 мячей. В МЛС он лучший бомбардир. Так что вообще шикарная для нас статистика. Мы сейчас еще и на пике можем уйти из Лос-Анджелеса. Но это и было понятно. То есть в Америке мы не пытались как-то до начала нашей карьеры. Не было такого условия, что вот прям мы должны выиграть трофей какой-то в Америке. Либо стать звездой в МЛС, чтобы уйти куда-то. Но мне кажется, мы уже очень хорошо стартовали. Вот, давайте быстренько сейчас выберем, я не знаю, оценку, наверное. Потому что там навесы вряд ли я какие-то вообще буду делать. Вот. Мне кажется, в реальном футболе так и происходит. Игрок выстреливает. Пару месяцев на уровне проводит. И его сразу пытаются переманить. Даже тем более из Америки в Европу. Вот. Сейчас мы показали, что это реально. Поэтому покажем. Надеюсь, этот уровень еще и в Валенсии. Ну, а из Валенсии будем стараться перейти в Мадридский Реал. Шикарная передача нам во фланг. Отлично здесь под себя убрали. И можно двигаться дальше. Интересно, конечно, какой номер нам дадут в Валенсии. Но пока что мы не думаем о Валенсии вообще. Надо доработать 5 матчей еще в Лос-Анджелесе. Так, будет угловой. Но нас оставили за пределами штрафной. Ну, удар даже смогли провести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так вот, опасный момент. И можно бить. Но нет. Вратарь справляется. И Чичо отлично. Это голевая передача все-таки засчитали. Я уже думал, нет. Но 37-я минута. Мы выходим вперед. Отличную голевую передачу мы на свой счет записали. И все-таки пропустили. Перед самым перерывом Нью-Йорк сравнивает счет. 1-1. Забил Хэббер. Подача-то прошла и очередная голевая моя передача. Вот и попросили нас навешивать. Первая моя, вроде как, голевая с навеса. Хотя нет, мы на Веллу, я помню, да, навешивали. Также он на дальней штанге был. Вот здесь шикарно. Вторая голевая за матч. Ну и, я надеюсь, там успешный сейчас навес у нас был. Нет, 33%. Ну что, опять? И это опять хэд-трик голевыми передачами. Ну просто замечательно. 70-я минута. Лос-Анджелес выигрывает 3-1. И снова три мои голевые передачи. Три. Итого их, мне кажется, уже сейчас больше, чем голов у меня за Лос-Анджелес. И все. Финальный сысток. Уверенная домашняя победа. Снова отдал я три голевые за один матч. Просто шикарно у нас ассистентские данные такие вышли. Но, к сожалению, забить-то сегодня не получилось. Вот. Вот это плохо. Ну а за три голевые передачи нам автоматически, мне кажется, уже дают игрока матча. Сейчас посмотрим. Во-первых, мы оценку сделали. Нам надо было 10-0 дополнительно. Вот. Но по ударам там, скорее всего, минус. И по навесам тоже. Да. Удар в створ ворот у нас один был. Надо было 3. Ну и навеса 33%. В любом случае, у нас плюс 5 доверия тренера. И еще и 1000 очков мы получили к нашему уровню. Ну что же, проводим мы тренировку. Следующая, кстати, кубковая будет игра. Так. Эти мы оставляем. И получается, кроме пенальти на точность. Остальное мы меняем. Штрафные у нас, кстати, были уже. Да. Доставка в штрафную, значит, будет. Все. Начинаем тренировку. Ну что же. Подулучшили некоторые результаты. Две тренировки, например, сделали на А. А вот этот своевременный пас верхом в разрез будем в следующий раз переделывать. Так. Ну сейчас у нас очередная, кстати, тренировка перед 1-8 финала Кубка Америки. Ну что же. Поменяли тренировки. И вот такие вот сейчас будем проходить. Ну что же. Получили мы 12 уровень. 4 очка навыков. И открыт талант, кстати. Это вратарский 1 на 1. Это нам не сильно и поможет. Так. Выполнили мы две тренировки на А. Одну прокачали с С на Б. Поэтому вот как-то так. Так. Ну что же. Я даже не знаю, что нам здесь сильно-то и прокачивать. Нам не хватает на выносливость вот здесь. Я бы не знаю, стоило бы мне или нет поднакопить. Вот именно вот этот архетип акробата. Так что давайте еще немножечко подождем. Там всего лишь одно очко надо. Ну а у нас сейчас выездная игра против Филадельфии. На стадии 1-8 Кубка Америки. 7-6 у меня рейтинг. Поехали. Ну что же. 1-8 Кубка Америки. Так. 8-5. Нам надо получить либо оценку, либо 60. Удара так-так-так-так-так. Давайте передачи попробуем делать. Давно мы не выполняли просто набивку на пасы. Поэтому попробуем. Отлично отыграли в отборе. Надеюсь без офсайда все было. Супер. Вэлла выход 1 на 1. И он выводит нас вперед. Отлично. Опять моя голевая передача на Вэллу. В этом сезоне, кстати, первое мое результативное действие в Кубке Америки. Вроде как сил у нас пока что хватает. Главное, чтобы сейчас техники у нас тоже хватило. Подали-то вроде интересный и отлично проход нам написали. Но гола нету. Изобилие. Отлично уже в пустые. Просто все. Гол плюс пас за 37 минут. Скорее всего это уже точно. Лос-Анджелес выйдет в четвертьфинал Кубка Америки. Ну а мы перейдем в Валенсию уже. Так что вряд ли поучаствуем там. Хотя может быть и в какой-нибудь июньский день будет четвертьфинал. Так, ну это наш практически выход там один на один. И какой гол забиваем, а? 53-я минута с очень хорошей подкрутки мы забили. 3-0. Дубль. Плюс голевая передача. Замечательно. Проводим только лишь второй наш матч в Кубке Америки. Ну и замечательный какой удар. Гол. И все заканчивается матч. Разгромная победа Лос-Анджелеса. Дубль. Сантьяго. Конечно не Сантьяго, а Хавьера, да. Долго буду наверное путаться. Дубль Хавьера Муниеса. Плюс еще и голевая на Карла Савеллу. Поэтому замечательная победа. Шикарная. Вот игрок матча. Снова кстати я. Ну и сейчас интересно какая здесь будет статуэтка. Вот. Потому что мне кажется она должна отличаться как-то от Кубка и от МЛС. Так ну что же смотрим. Ну точно такая же. Только вот картинку просто поменяли с МЛС и на Кубок Америки переделали. Так. Рейтинг матча. Замечательно. 10-0 у нас оценка. Не получилось даже пасов отдать. Очень даже плохо. 4 всего передачи мы отдали. Серьезно. Вот. Ну и 50% гол и удар. Ну что же. А у нас сейчас тренировка. После Кубковой игры. Так. Ну мы закончили кстати все тренировки с стандартными положениями. Поэтому я даже не знаю. Давайте пасы пока что здесь будем перепроходить. Дальше. Поэтому вот такие тренировки на сегодняшнюю тренировку. Ну что же. Сделали тренировки. Так что как вы видите нам придется две на следующей тренировке переделывать. Так. Ну и у нас очередная тренировка. Так что начинаем новую тренировку для нас. Ну что же. Новую для нас тренировку мы выполнили на А. Замечательно. Остальные вот две. К сожалению. Улучшить не получилось. Ну и у нас сейчас домашняя игра в МЛС против Хьюстона. Мы с ними кстати играли. Они сейчас идут на четвертом месте. Если мы кстати побеждаем. То выходим на чистое первое место. И обгоняем Сандерс. У нас 76 рейтинг. Поехали. Ну что же. Вот такие задания нам дают. 8.5 оценка. 75 точных передач. Либо владение мечом. Но это командная. Давайте вот точность передач хотя бы сделаем. Супер. Отлично прошли. Чичо. Здесь надо забивать. Я не понимаю почему такие легкие голы у нас получаются. Целился я в правый угол. Он как-то пробился подкрутки по центру. И вратарь пропустил. Но мне это особо не важно. Главное что мы забили. Наверное опять из-за того что из подзащитника мы пробили. Все равно классный гол. Лос-Анджелес выходит вперед. Быстро забили. А тут даже из подзащитника то я не сказать бы. Но все равно какой-то вот. Но странный гол. Десятый наш кстати уже в восьмом матче. И опять же по пустым воротам расстреливаем. Я не помню это вроде в кубке да у нас был же такой же гол. Поэтому 2-0. Очередной мяч. В МЛС мы забиваем. Ну замечательно. И хэтрик. Вот эта передача я сейчас вообще не понял как до меня дошла. И почему я именно оказался на этой позиции. Но это очередной хэтрик. В нашем сезоне. Причем в первом. При том что Валенсия подписала просто шикарного флангового нападающего для себя. Потому что мы прям начали забивать и забивать. После вот этого вот подписания. Вы посмотрите откуда была сделана голевая передача. Вот что значит взаимопонимание партнеров. И в одно касание с левой нерабочей ноги мы пробили. Ну отлично. Хэтрик. Сделали за 41 минуту. Вообще супер. Шикарная передача. Безофсайдная. И это покер. 4 мяча. Тоже для нас впервые кстати. Так что 68 минута. Лос-Анджелес против Хьюстона. Хавьер Муни забивает 4 мяча. И все. Финальный сесток. 4-0. Покер Хавьера Муниаса. Благодаря нему. Лос-Анджелес добивается уверенной победы над Хьюстоном. Наш уже второй кстати мяч. Наш второй хэтрик в МЛС. Поэтому сейчас посмотрим. Да. Оценка 10-0. И посмотрим что у нас там по заданиям. В принципе владение. Кстати вот я не помню. Нам надо было 61 вроде у команды. А у команды 53 как я уже вижу. Поэтому это уже в минус нам пойдет. Так. Ну что же. Мяч и статуэтку мы забираем. За этот матч. Что у нас здесь. Так. Передача у нас кстати 86% было. За них мы опыт 1000 еще получаем сверху. Ну вот. Минус 5 доверия тренера за владение мячом команды. Ну что же. Сейчас у нас последняя домашняя игра. За Лос-Анджелес Галакси. В МЛС. Устали мы конечно не знаю. Наверное полностью там и матч не отыграем. Потому что у нас следующая игра уже послезавтра будет. Поэтому. Наверное первый тайм. Там минут 60. Мы все таки сыграем. Лос-Анджелес против Далласа. Поехали. Ну что же. Снова показывают нас. Хавер Муни забил 4 мяча в последней игре. Поэтому вот такое вот достижение у нас. Итак. Лос-Анджелес против Далласа. Как я уже и говорил. Наша последняя домашняя игра за Лос-Анджелес. Так. Оценка 8.5. Навесы. И забить гол или отдать голевую. Наверное все таки давайте оценку выберем. Отлично. Мы уже в штрафной. И отличный гол. 32 минута. 1-0. Лос-Анджелес выходит вперед. Мы забиваем уже пятый мяч подряд. Можно так сказать. Потому что в прошлом матче забили покер. Но очень много мы действительно забили мячей. Мне кажется если бы я не принял предложение от Валенсии. Отклонил бы его. То может быть какой-нибудь там условный атлетико Мадрид. Именно в Испании. Мне бы предложил перейти к ним в команду. Потому что 14 мячей за 9 матчей в МЛС. Плюс еще там и голевые. Это просто шикарная статистика для молодого дарования из Мексики. Ну и замечательно. 2-0. Лос-Анджелес увеличивает преимущество даже без меня. Не показали нам кстати вот кто забил. Я не успел посмотреть. Ну гол-то вы уж точно видели. А забил у нас Мусовский. Ну что же 3-0. Лос-Анджелес увеличивает то преимущество которое даже я им сделал. Они еще больше. Мусовский и Чичо делают игру. Поэтому забивают очередные мячи. И уже 3-0. Лос-Анджелес громит Даллас у себя дома. И все. Разгромнейшая победа над Далласом. Лос-Анджелес одерживает очередную победу в МЛС. Ну и замечательная прощальная игра для Хавьера Муниса. Который провел свой последний матч на этом стадионе. Так. Это Даллас. А где мы? Аранга кстати стал игроком матча. Он гол плюс пас сделал. Вот у него оценка 9-1. Так что. Ну вот это вот впервые. Мы не получили MVP матча. Поэтому как-то так. Так. Мы выполнили всего лишь 2 задания. Это рейтинг матча. 9-6 набрали. И 1 гол. Сделали на веса ни одного. Поэтому вот. Всего лишь плюс 15 к доверию тренера. И 1300 очков к нашему опыту. Ну что же. У нас сразу же выездная игра против Спортинга. Причем. Это команда с третьего места. Поэтому будем стараться сегодня победить. Ну усталость у нас все равно есть. Поэтому отыграем только первый тайм. Поехали. Ну что же. У нас показывают 14 голдов. Мы лучшие бомбардиры в Мэйер Лейк Сокер. Так вроде она переводится МЛС. Ну и последняя игра. Мне кажется все болельщики в Америке пришли посмотреть на нас. На одного из лучших игроков этого сезона. Открытие этого сезона. И на это же эти обводки возьмем. Ну и интересно будет пронаблюдать как закончится этот матч. Кстати формы очень похожи. Сливаются. У нас они белые. У Спортинга немножко голубоватые такие. Так мы будем стараться и с такими трудностями сейчас побороться. И шикарная для нас передача. И это гол. И это гол. Лос-Анджелес снова выходит вперед благодаря Хавьеру Муниесу. 16 минута. 1-0. Так что болельщики не зря пришли проститься с игроком. Который переходит в Валенсию. 15-й гол в 10-м матче в МЛС. Просто шикарная статистика. И все-таки мы пропускаем. Спортинг на 55-й минуте сравнивает счет. Ну что же. Вот так вот впервые мы проигрываем. Хотя вели в счете. Вот так вот заменили нас. И Спортинг сейчас может сенсационно одержать победу. Кинда забивает дубль. И все-таки 2-2. Вот так вот неуверенно отыграл голкипер. И Цифуэнтес наш забил и вывел наши амбиции на другой уровень в этом матче. Снова мы в игре. 2-2. И все-таки на 90-й минуте Йенингс забивает и выводит Лос-Анджелес вперед. Все-таки смогла команда и без меня. Вот такой вот праздник для болельщиков устроить. И тем более для меня. Потому что я этот матч запомню надолго. Ведь это последний мой матч за Лос-Анджелес. И все. Финальный сысток. Минимальная выездная победа. Лос-Анджелес обыграл Спортинг. Мы забили один мяч в этом матче. Так что перед болельщиками мы, мне кажется, с уверенностью простились. Стали лучшими бомбардирами. Я не знаю, что это может быть лучшими ассистентами еще в лиге. И лучшим игроком Цифуэнтес, кстати, стал. 8,3 у него оценка. У меня 7,8. Он тоже, кстати, только один гол забил. Поэтому как-то так. Плюс 15 к доверию тренера мы получили. Не сделали точные навесы. Но сделали зато 66% обводок. То есть мы еще и тысячу опыта получаем. Так, у нас сейчас тренировка. Давайте проведем все-таки последняя тренировка за Лос-Анджелес. Так, у нас удары все пройдено. Там стандартное положение тоже. Дриблинг тоже. Так, у нас остались, я так понимаю, только пассы. Ну, будем, значит, качать пассы. Ну что же, получили мы 13 уровень. 4 очка навыков нам дали. И открыт талант филигранный навес. Так, заходим в наши характеристики. Так, где это у нас было? Вот. Архетип Акробат. Все, мы прокачиваем. У нас еще остается 3 очка навыка. Давайте прыжки и агрессия. Вложимся. Я не знаю даже куда еще-то. Ну и в напор. Так, у нас все так же 76 рейтинг и остался. Так, игры у нас вроде, как я понимаю, дальше-то и не будет. У нас все, это 1 числа открытие трансферного окна. Поэтому давайте посмотрим на нашу статистику. Вот. 15 голов за 10 матчей. Мы лидеры бомбардирской гонки. Также мы лидеры по ассистентам. По ассистам, да. Мы лучшие ассистенты. 8 голевых передач за 10 матчей. Так, ну и так же вот здесь давайте тоже посмотрим. Для статистики. Вот. 15 матчей мы отыграли за Лос-Анджелес. 17 забили мячей. 9 голевых. 5 побед в сухую. Ну и оценка у нас средняя 8 и 7. Ну а по характеристикам вы видите, что за этот, так сказать, сезон в Америке, хоть мы и полгода всего лишь только отыграли, получили плюс 8 к обэгрейду нашему общего рейтинга. 3 звезды на финтах, 3 звезды на слабой ноге. Так, и теперь у нас, да, есть вот архетип Акробат. Он, в принципе, уже, да, я так понимаю, стоит. Я так понимаю, да. Но здесь вот он появился у нас. Поэтому как-то так. Все вроде мы посмотрели. Ну и 1 июля. И мы переходим в Валенсию. Если я правильно все понимаю. И все, действительно, переход. Вот, появилась плашка, готова блистать в Лолиде Сантандер. Поэтому замечательно. Так, ну что же, мы перешли в команду Хосе Бардалас. Хосе Бардалас. Правильно вроде прочитал. Наш главный тренер. У нас 29 номер. Вот так вот выглядит наша форма. Теперь. Так, я бы сейчас посмотрел, кто там еще у нас есть в команде. Под какими номерами. Чтобы все-таки посмотреть, можем ли мы взять другой номер. Гуэдэш седьмой. Гомес девятый. Вот, кстати, можем одиннадцатый попросить. Потому что Коста в аренде. И рейтинг у него поменьше, чем у нас. Поэтому давайте вот одиннадцатый. Сделаем себе. Кстати, Денис Черышев. Также играет на нашей позиции. Кстати, да. Надо посмотреть, кто на нашей позиции еще в клубе. Есть Гуэдэш, понятно, 82-й. Черышев 76-й. Бланко. Ну и сейчас ЛФАшников посмотрим, есть они или нет. Есть, да, я, только и все. Поэтому как-то так. Так, здесь нельзя. Так что сейчас мы возьмем для нас одиннадцатый номер в команде. Все, вот так вот. Замечательно вроде смотрится. Я не знаю, сейчас попробую фотографию здесь бы как-нибудь сделали для нашей карточки. Ну вот так все. Так. Да, сохраняем изменения. Поэтому вот так вот. На этом самом моменте мы и закончим, чтобы уже в следующем выпуске начать тренировки вместе с Валентией. Ну а на этом все. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова